Здравствуйте! В эфире программа «Семь минуты» и в гостях у меня сегодня Александр Крымов, начальник Академии ФСИН России. Александр Александрович, здравствуйте! Вот совсем скоро, на днях буквально, Академия ФСИН отметит свой 80-летний юбилей. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия планируются, что, как будет происходить по этому поводу? Добрый день! Действительно, 1 ноября 1934 года на Рязанской земле было создано учебное заведение, высшее на тот момент ступени, курсы по подготовке инспекторов милиции. И в текущем году мы отмечаем 80 лет. Я сразу же скажу, что, как высшее учебное заведение в современном понимании этого слова, учебное заведение существует с 70-го года. Ну, принято летоисчисление ввести в создание учебного заведения. И, безусловно, нами в целях поддержания личного состава курсантов, студентов, работников, сотрудников, ну и, самое главное, ветеранов, предусмотрен большой комплекс мероприятий, посвященных этой достаточно большой дате. Мы, наверное, знаем, что на протяжении последних двух лет такие большие юбилеи отметила Московская государственная юридическая академия, ныне университет, дипломатическая академия и ряд других высших учебных заведений. Особо весь год 2014-й все мероприятия мы связываем с 80-летием учебного заведения и 135-летием уголовно-исполнительной системы. Самый большой комплекс мероприятий проходит в течение 10 дней, в период с 1 по 10 ноября. Это масса научно-практических круглых столов и семинаров, на которых рассматриваются, разбираются, что ли, основные вехи истории развития учебного заведения. Это международная научно-практическая конференция «Уголовно-исполнительная система в современном обществе». Это комплекс спортивных, творческих мероприятий. Это встречи ветеранов на кафедрах, факультетах, структурных подразделениях. Но я бы, наверное, отметил несколько мероприятий особо, наряду со встречами ветеранов. Встречи выпускников с курсантами, встречи ветеранов разных лет с курсантами. У нас, к сожалению, не так много осталось ветеранов Великой Отечественной войны. Но те, кто не сможет прийти в гости в учебное заведение, курсанты, студенты съездят к этим заслуженным людям домой, будут чествовать их на дому. Основные мероприятия – это 31 октября, поскольку это рабочий день, мы проводим собрание с постоянным составом. 1 ноября – очень торжественное мероприятие для курсантов, когда на плацу мы будем чествовать лучших курсантов, лучших командиров учебно-стровых подразделений. Ну и основной комплекс – это 6 ноября. Мы собираемся провести ряд, наверное, даже таких исторических событий. Мы открываем 6 ноября Музей истории уголовно-исполнительной системы и учебного заведения. Ранее у нас было две музейных комнаты, небольшой площадью 60 квадратных метров. 6 ноября мы хотим открыть настоящий музей. Это 11 маленьких и побольше помещений. Это отдельно стоящее здание общей площадью 450 квадратных метров, где будут рассмотрены и разобраны все основные этапы создания и развития уголовно-исполнительной системы и учебного заведения. 6 ноября впервые в истории Рязани, рязанского образования и юридического образования Рязани мы принимаем учебно-методическое объединение по юриспруденции и правление Ассоциации юридического образования. К нам в гости приедут более 60 представителей Министерства образования и науки, Рособорнадзора, все федеральные университеты, основные крупные юридические вузы. Это Московский университет имени Кутафина, юридический факультет Московского и Санкт-Петербургских университетов, представители всех вузов правоохранительной системы. Днем в этот же день мы собираемся открыть аллею российской славы. А вот касаемо выпускников Академии и вообще 80 лет, это достаточно большой срок, чтобы уже суметь сделать какие-то выводы, подвести какие-то итоги. Вот что вы можете рассказать по этому поводу? Ну, конечно, 80 лет для человека – это огромный возраст. Это целая жизнь. Это целая жизнь. 80 лет для учебного заведения, ну, наверное, с чем сравнивать? Московскому государственному университету, как известно, больше 200 лет, и нам до него еще очень далеко. Тем не менее, за 80 лет Академия выпустила больше, более 20 тысяч специалистов. Они работают во всех уголках бывшего Советского Союза, во всех субъектах Российской Федерации. Более тысячи человек. Розиданская высшая школа МВД СССР сегодня Академия подготовила для различных стран. Выпускники работают на Кубе, в Монголии, Лаосе, в ряде стран Средней Азии. Сегодня мы осуществляем подготовку по договорам для Азербайджана, Белоруссии, Таджикистана. К нам снова хотят вернуться, учиться представители Монголии и еще ряда других стран. Ну, надо отметить, что, наверное, Рязанской высшей школе МВД СССР и Академии есть чем гордиться. Мы сегодня отличаемся от других вузов системы тем, что именно в Академии осуществляется подготовка управленческих кадров и находятся высшие академические курсы, где происходит обучение Федерального кадрового резерва. В этой связи, а также среди выпускников-курсантов, большое количество руководителей, которые занимали или занимают высокие ответственные посты в различных правоохранительных органах. На территории Академии мы специально открыли доску почета под названием «Наша гордость», где любой курсант, любой студент может увидеть, каких высот он может достичь. Сегодня среди выпускников Академии – это судьи Верховного суда, это руководители законодательных органов, субъектов Российской Федерации, это генералы, руководители учебных заведений и территориальных органов. Сегодня руководитель пенитенциарной службы Армении, выпускник Академии, руководитель пенитенциарной службы Казахстана, выпускник Академии, министр обороны Молдавии, выпускник Академии. Большое количество выпускников достигает различных высот. И, безусловно, мы стараемся совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом этих примеров. А вот являет, конечно, замечательно. А какие перспективы у ВУЗа на будущее? Конечно, мы отметим эту 80-летнюю дату, но мы думаем о том и обязаны думать о том, что будет дальше. В настоящий момент мы разрабатываем новую концепцию развития учебного заведения до 2020 года. Но если совсем коротко, то это расширение новых специальностей, это увеличение набора. В прошлом году у нас создан новый филиал в городе Пскове. И вообще, сегодня речь идет о том, что на базе ведущего ВУЗа федеральной службы должен быть создан университет. Соответствующие документы нами подготовлены, они находятся в федеральной службе. И мы надеемся, что в скором времени Академия приобретет другой статус с определенной новой сетью филиалов в разных городах. Ну что же, Александр Александрович, спасибо вам огромное за то, что пришли к нам сегодня. Спасибо. А нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня был Александр Крымов, начальник Академии ФСИН России. Это программа «Семь минут». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»